У тебя внятное мастихиновое жиро есть, да? Видишь, садишься, салатенько. Значит, возьмешь немножко беленький, макнешь вот так, чтобы было несколько жир. Возьмешь голубую. Домешаешь, хорошенько домешаешь на палитре. Видишь, да? До конца. Чтобы никаких полосочек впоследствии в мазке мастихином не создавалось. Затем возьмешь на мастихин, наберешь все, что ты замешала. И вот так шпаклевочно станешь создавать плотный красочный снег. Видишь, сформируются некие полосочки вертикальные. От мазка мастихинок. Это тебе и нужно. Краски не жалей. Здесь ее нужно достаточно много. Ну и потихоньку высматривай. Чтобы правый угол гораздо темнее. Смотри на картинку. Значит, делаешь замес, несколько темнее. Главное, хорошо домешать краску на палитре. Вот это важно в моей картинке. Обратим внимание на то, как я работаю мастихином. Под каким углом я его держу. И постепенно, по мере расходования краски, я его заваливаю практически в плашмяш. Видишь? Вот так сверху вниз стягивай красочку. Вот тебе образцы, к чему ты должна прийти. Вперед. А середина? Тоже весь колос полностью. Весь колос. Вот смотри, один раз протянул и вполне достаточно. Не старайся там добиться идеала прямо. Вот будет выглаженная картина, если ты так будешь долго подниму и там уже место тереть. Нет. Протянул разочек и хорошо. Вот осталась полосочка и она живописная. Если ты смотришься в его картину, там такие есть. Старайся повысить скорость работы. Еще уплотни уголок. Темнее сделай. Идея в том, чтобы показать свисание с самого верха до самого нижнего. Да? Хотя бы иногда эти проявления высказывай. Нет. Один участок, потом второй участок. Нет. Там свисает вертикально сверху вниз. Правда? Ну и давай. Давай до конца. Потом станешь, когда доведешь до конца, станешь вынимать силуэт кораблика. Сначала основание поищешь. Потом самую большую пару, пару с которой несколько меньше, затем еще меньше, ну и самый маленький сверху. Вот так пальчик поставишь на край хвосток. Зафиксируешь мастихин. Протянешь вертикальную линию ориентир для симметрии. То есть вот насколько у тебя вышел вправо парус, настолько же он должен выйти и влево. Если что, можешь мерить вот так мастихидом, например. Или же пальцем. Понимаю, да? Старайся поддержать симметрию. Насколько это будет возможно. Там большие, слишком, паруса. Первые, самые нижние. Мы их сделаем несколько уже. Это будет приятнее. Мне так кажется. Да? Давай. Маленькая ручка, да? Маленькая, да. А если вот эту штуковину взять? Она попугая гораздо длиннее, поэтому можно ей. На, попробуй. Слушай, думаю, откуда у меня желтая? Я сказала, просто тряпка у меня с желтой. Попалась. Ну да. Это было. Ну, можно взять и кисточку, например. Смотри. Смотри. Вот так кисточкой. Здесь у тебя не должно быть вытягивания в мизинце. У тебя он должен быть зафиксирован в крайнем положении. То есть, вот чувствуешь, дальше не идет мизинчик. Все. Как только ты его вытягиваешь, у тебя нет упора, у тебя ручка скользит. Да, я не знаю. Значит, поставила в упор, почувствовала в упор, подработала ручкой кисть ближе или дальше. Угу. Установила. Напрягла руку. Протянула. Ну-ка, пробуй. Второй рукой придерживай край холста. Ты же упираешь. Чувствуешь? Да, да, да. И вниз. Причем достаточно резко нужно. Пока ты долго ведешь, у тебя есть возможность искривить. Если ты резко протянешь, посмотри, то такой возможности практически нет. Гляди. Жить. И все. Так же можешь вертикали порешать. То есть, точнее, горизонтали. Ну, обычно одну линию провела, и уже относительно нее гораздо проще ориентироваться. Ну, хорошо. Теперь более детально подшкреби красочку синий. Для того, чтобы желтая красивее легла, тебе нужно избавиться от синины. Ребром мастихина, посмотри, как я его взял, как бритву, выцарапываю из полотна. Здесь побольше парус можно. Немножко наметь носовую часть корабля. Можешь свою придумать, за его не гоняйся. Кстати говоря, их в отражении тоже необходимо будет выбрать красочку. Да? Повыбирай. Вот это что за зеленое пятно такое? Какое-то оно неблагозвучное. Вот это, слышишь, какой красивый звук был? Какая-то еще из белого, скажем, слоя, я заживаю. Ну, там есть что-то зелененькое, но не настолько. Более вертикально, более свисающе старайся. Ну, шикарно пока. Уп, идем, давай. Он сам по себе хороший, не спорю, но он великоват. Вот туда слишком наклон, все-таки больше вот такого направления. Он к тебе направлен. Вот такой ракурс, это туда он будет, а он у тебя все-таки. Поэтому ровнее. Чуть меньше пара спускай будет. Не такой широкий. Он-то рисовал за воображение, у него воображение такой. Толстопопый. А ты сделай его более ридантным что-ли, каким-то таким. Так, вот эти паруса. Да, выкрызаешь красочку. А, хорошо уже тут. Вот здесь. Меньший мастихинчик. Очищаешь палитночку. Сдаешь краску по другому сторонку. Выдираешь тряпочкой. Начисто. Берешь меньший мастихин. Красный. Плюс желтый. Плюс немножко коричневого. Получается вот такой цветик. Еще желтенького. Сложно оранжевый. Так? Угу. Посмотри, где он там есть. Птянемый. Да? Значит, его ты сейчас. Опять же, домешивая. Шпакленешь на парусах. Причем старайся минимум движений совершить. Вот одно движение и достаточно. Ладно? Можно так же немножко подтереть синьку. Я справляюсь. Тебе будет просто тяжело перекрыть на синюю. Для себя можешь подтереть. Угу. Более чисто положить туда красочку. Потом придет. Правда, если я не пачкала белый. Потом придет. Вот такой бежевый. Белило старайся слишком не пачкать синевой. В следующий раз вообще как-то. С одного места бельки. Не со всех трех сторон. Сейчас. А? Белый, желтый, коричневый и красный. Все те же, друзья, только с преобладанием белого и желтого. Поверх вяжет вот такая красота. Старайся раздавленный мазочек уложить. Для чего? Дело в том, что потом ты возьмешь коричневый. Ну и, допустим, красненький. Хорошенько домешаешь. И будешь укладывать вот такие густенькие появления канатов. Там у него они очень густые. Тебе тоже нужно будет их сделать густыми. Стараться выдавить с мастихина. С ребра сбросить густятину. Потом к этому еще и белило. Ну, что-то подобное. Понятный прием. Так, а мне вот все остальные, как говорите, оранжевые, а все остальные бежевые. Да, здесь теневые проявлены на... То есть, эту половину все бежевые и оранжевые, да? Да, да, да. Ну, у тебя есть картинка. Не придерживайся. Парусник можешь пока чисто коричневым исполнить. Ладно? Поддержи мою идею с вот такими закруглениями парусов. Не просто... Да, немножко подзакругли. Еще напомню тебе, что тряпочкой желательно подвучить изначально. Посмотри, да? И держи. Приближенно к реальности. Ну, вот эти дырочки, конечно, хочется. Хочется от них избавиться. Там нет дырочек. Ну, и ты не показывай. Значит, силу нажатия регулируй так, чтобы иногда даже и холста не касаться, а зашпаклевать. Аккуратненько. Если полосатый мазок возник, вот так сняла, заново положила. Сделаю, наверное, более ровными пока. Там меньше промежутка между ними. Правда? Плюс берила. К этому всему аккуратненько вот так нашу подкрыли. Оно? Угу. Вот этот резкий переход. Вот этот резкий переход, видишь, как я добавляюсь от него. Нехорошо, когда вот так на мачте соприкосновения еще и разности цветовой и разности тональной. Все-таки. Вполне возможно, что он дал высохнуть синему. Поэтому... Или же пошел сразу кораблик сделал, а потом фоном сделал. Ну, по-своему решили эту задачу. Будем бороться с синенькой, значит. Ну, а такой голландец рваный. Тебе нравится такой? Патрик, он и дам, он и рванец. Где-то... Все-таки сделал вот сюда, на колонне, да? Зачем? Нет, вот так. Плюсы сразу с отражением. Отражение строго вертикальное пока. Еще. Отражается еще что? Парус. Не забудь, отразить и парус. Приснял красочку. Заложил туда цвет парусиный. Парусиный. Сейчас крупный план постараемся взять. Показать сам процесс сбрасывания краски. Я специально делаю это не быстро, чтобы ты лучше разбудел. Ну, а выглядеть это должно примерно вот так. Если по-быстрому. Если по-правильному. И по-правильному. Вот она, колбасятина. Значит, для облегчения такого сбраса краски, можешь несколько ее разжижить. Видишь, я макнул мастихин вместе с краской в банку с отбавителем. Еще вот такие штуковинки там есть. Да? Питерки. А? Высший пилотаж. Да ничего подобного. Не высший пилотаж. Так. Ты тоже это можешь. Болтаюсь. Белые. Рыжие на кораблике. Звуки тоже поставь. Весь-весь кораблик вот в этих штуковинах. Но следи за тем, чтобы не пропали все-таки в мачте. Там, может, какие-то корпусные толщины. Темным, коричневым. Вот эта картина на упражнение с мастихином. Вот. Да. Картинка упражнений. Ну, мне кажется, еще канадиков. Подбросить. И, в принципе, можно будет подписывать. Такая, знаешь, несложная. А здесь, конечно, содержание нужно разнообразить. Продолжение в том, чтобы не пропали. Такое, представление . Такое, чтобы не пропали. 아파тина любви. Может, в канатике попробуешь с помощью кисточки решить? Я тебе дам, на пробу. Вот такую кистяку. Ее намочишь, а краску разжижать не будешь. Вот я кисточку намочил, протер, а краску взял густую. Положил к холсту, вытянул. Еще раз показать? Положил параллельно к холсту. Вытянул с прокручиванием. То есть я кручу кисть вокруг своей оси. Ручка кисточки является направляющей. То есть в виде не вот так, а именно куда ручка направлена, туда и будет линять. Твоя продолжается. Вот смотри. Можешь их сделать еще по помощи белил. Основание обычно рвется вот здесь. В таких местах. А? Я никогда не видел настоящего параллелька. Вот тут, смотри, где мажьточка крепится. Там тоже рвется часто. Я вынимаю оранжевый, остается синий. Ну, краешек этот слишком ровный, его бы тоже не мешало. Ах, какой галанец-то глядучий. Ах, какой галанец-то 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 галанец. Ну, как ты считаешь? Кроме он уже... Можешь к вам хоть это волнение добавить, вот с этой стороны тоже будет как-то... Ну, можешь синий взять, чуть уплотнить. Тут первый план, тонально темней. И так великатенько чуть-чуть. Ну, так особо не нужно выносить содержание. А сюда, в угол, тем более. Ну-ка, покажи камеру. Ух ты! Красавец! Иди посмотри. О, действительно. Ну, еще достаточно. Ну, нравится? Да. Ну, все, тогда остановимся. Спасибо. Продолжение следует...